Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. В столице региона наводят порядок после разбушевавшейся стихии. Сильный ветер повалил деревья. Штормовое предупреждение метеорологи объявили в Самаре и области. Причиной стал шквалистый ветер, который местами достигает 18 км в час. Больше всего проблем непогода доставила автомобилистам. Вот камень до ручки долетел. И стеклопакет был. Вся машина в стекле бывает. Ну, от стеклопакета. Ну, не знаю, может, что-то есть повреждение. Ну, и булыжники. Вот машины. Такие вот, в таком характере. В таком состоянии Андрей Щежин обнаружил свою машину, которую оставил под окнами строящегося офисного здания возле жилого комплекса «Москва». Примерно пол первого сегодня. Ну, видимо, ветром с 10 этажа вынесло стену, повредил 6-7 машин где-то. Здесь часто люди ходят. Тут вот офис. К счастью, из прохожих никто не пострадал. Чего не скажешь о транспорте. Владельцы поврежденных машин вызвали участкового и намерены писать заявление. Андрей Щежин оценивает предстоящий ремонт в 60 тысяч. В компании застройщика пока никак не комментируют случившееся. Хотя подобное происходит уже не в первый раз. Третий случай. Это уже год назад тоже стену, как по словам соседей, уже сносило. И в октябре месяце тоже на соседний этаж. Тоже так же вынесло стену. Тоже похожее было. Но, видимо, застройщик ничего не предпринял. Так вот и происходит. Сильный порывистый ветер стал причиной целого ряда происшествий по всему городу. Так на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайская ураган перевернул остановочный павильон. Я с утра на учебу приехала, то есть утром был ветер. И вот сейчас вышла и смотрю, что остановка перевернутая. Да ветер сильнейший. Фотографиями разрушения урагана самарцы активно делятся в соцсетях. Пострадали не только остановки, но и рекламные щиты. Кроме того, по всему городу деревья буквально вырывалось корнями. Так в Кировском районе тяжелые ветки упали на линии электропередач. По адресу Кирова 165 и по улице Вольской рухнувшие стволы уже распилили. Остальные последствия урагана в Самаре начнут ликвидировать со вторника. Пилить деревья, упавшие на машины, будут как только страховые компании зафиксируют ЧП. В ближайшее время поднимут и укрепят все перевернутые остановки, а также рекламные щиты дорожной знаки. Валерия Макарова, Анастасия Зубарева, Павел Пресняков, Станислав Левин. События. В отличие от первого рабочего дня, выходные погоды и побаловали. Более 110 тысяч самарцев вышли навести порядок на улицах, во дворах, парках и скверах города. В Самаре прошел общегородской субботник. Он стал самым массовым за весь апрельский месячник по благоустройству. Городским службам, компаниям-подрядчикам присоединились жители города. Знаковое место в юбилейный для победы год. Парк, названный в честь одного из самых важных событий в истории страны. Накануне 70-летия победы в Великой Отечественной войне у горожан особое настроение. К 9 мая парк должен быть в полном порядке. А потому на призыв провести здесь массовый субботник живо откликнулись большинство трудовых коллективов города. Признаются, это малое, что они могут сделать для ветеранов. Чтобы было, чтобы красиво было, тем более в преддверии праздника. В парке победы должно быть красиво. Мы ждем этот праздник, поэтому с удовольствием убираемся. Провести выходной день с пользой для города в парке во дворы на улице Самары вышло более 100 тысяч горожан. Школьники, студенты, представители профсоюзов, общественных организаций. Инвентарем обеспечили коммунальные компании. Весь коллектив у нас такой дружный. Нам нравится это убираться для людей, для Самары. Всего с начала апреля в генеральной уборке областной столицы приняли участие более 400 тысяч человек. Это больше, чем в прошлом году. Порядок наводят как на закрепленных территориях, так и на других площадках. В общегородском субботнике принял участие и глава администрации Самары Олег Фурсов. Чтобы Самара была всегда в порядке, власти города закупают дополнительную спецтехнику. Это позволит вывести уборку территории в областной столице на качественно новый уровень. Также глава администрации пообщался с подрядчиками, которые заканчивают реконструкцию парка. Она началась в прошлом году. Сейчас рабочие завершают ремонт плитки и гранитных ступеней. Открытие обновленного парка Победы намечено на 7 мая. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Самая настоящая, хоть и липовая, аллея появилась в Струковском саду. Об этом позаботились депутаты Самарской городской думы. Высадили деревья, от которых уже следующей весной будет исходить манящий аромат. На общегородском субботнике вместе с народными избранниками побывала наша съемочная группа. Самое главное, чтобы метла в женских руках не становилась средством передвижения. Зеленые жилетки депутатов – символ единения с природой. Струковский сад – подшефная территория. Городская дума не только следит за чистотой и порядком в парке, но и за благоустройство отвечает. В прошлом году высадили туи. В этом – липы. Это не будет, наверное, предусудительным, если какая-то возможность будет у горожан этими цветами пользоваться и также пить чай липовый. А может быть, даже здесь где-нибудь это и будет предложено в каком-то месте, в каком-нибудь кафе, который здесь будет, пить чай липовый из собранных цветков вот здесь вот в парке. Коллективный труд облагораживает, признаются депутаты. Вне стен думы коллеги встречаются редко, поэтому выход на общегородской субботник – не просто добрая традиция, но и возможность пообщаться в неформальной обстановке, подышать свежим воздухом, но главное – внести лепту в наведение чистоты и порядка в любимом городе. Люди труда в России в нашей есть, поэтому все побуждает тому, чтобы убирать чисто, чтобы много работать и с друзьями делиться хорошим физическим трудом. Люди, когда они приобщаются к этому труду, когда наводят порядок, убирают территории там, где живут, ну, естественно, они будут меньше мусорить. Это повышает определенную такую социальную ответственность. Несколько часов депутаты, молодежный парламент, да и в целом весь аппарат Самарской городской думы трудился в Струковском саду. Собрали десятки мешков мусора. Теперь главное, чтобы сами горожане поддерживали здесь наведенный порядок. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Во дворах жители также наводят глянец. Работы текущие, но от того не менее важные. Покрасить заборы и бордюры, подготовить почву для посадки цветов, очистить газоны. В своем дворе и работается в удовольствие. За праздником чистоты на Арцебушевской 3 наблюдала Марьяна Мирная. Плюшки, пирожные и баранки – заслуженные угощения для тех, кто хорошо работает. Во дворе на улице Арцебушевской на общегородской субботник вышли почти все жители. Малыши играют и танцуют, взрослые копают, орудуют граблями и красят. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, представьтесь. Владимир. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Макайте кесточкой. Немножко выжимаете, чтобы не обрызгать себя. И красите забор. Желательно сверху вниз, чтобы красочка вниз стекала и не было потом потеков. Ну что ж, друзья, хорошим людям нужно помогать в их хорошем деле. Поэтому, ну что, опускаем кисточку в краску. Немножечко, как вот нас научили, отжимаем. И сверху вниз красим забор на Арцебушевской 3А. Двор на Арцебушевской – один из победителей городской программы «Двор, в котором мы живем». Теперь на образцово-показательной территории и работать приятно. Раньше было очень много проблем и с управляющей компанией, и с председателем. Сейчас другой председатель. Сейчас заявок никаких почти не попадает ко мне. Люди не обращаются с этими просьбами. И только наоборот благодарят, что очень много проблем было решено, сделано. И вы видите, сегодня очень много людей вышло на субботник, хотя они в месячник принимали очень активное участие. К майским праздникам всем двором возьмутся за посадку цветов, чтобы двор стал еще красивее. Кстати, для дворов-конкурсантов программы «Двор, в котором мы живем» с 2015 года введен новый критерий – участие в месячнике по благоустройству. Те, кто активно подключается к вопросам наведения чистоты, победить имеют больше шансов. Прием заявок по конкурсу стартовал в Самаре 17 апреля и продлится до 1 сентября. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Дворы Самары засияли чистотой. Более тысячи сотрудников управляющей компании и жилищно-коммунальной системы вышли на большой общегородской субботник. Теперь, выходя из подъезда, жители видят покрашенные бордюры, красивые газоны и чистые дорожки. Пока в тени все еще лежит снег, на солнце кое-где уже проклевывается зеленая трава. Приводить двор в порядок сотрудники ЖКС начали с раннего утра. На субботник вышли более тысячи работников управляющей компании. Привлечено несколько десятков спецмашин. Убирались в четырех районах Самары. Двор по улице Гагарина преображается на глазах. Детские лесенки и качели играют новыми цветами. С газонов исчезает мусор. Кроме наших сотрудников мы пригласили еще и много жителей. Вчера по тем предложениям, по тем заявкам на инструмент мы сегодня ждем более 400 человек жителей. Татьяна Самчелеева за день успела побывать на двух субботниках. Прежде чем побежала на уборку в детский сад, внесла вклад в благоустройство своего двора. А вот, посмотрите, мы установили колеса, сделаем из одного колеса солнышко, а из другого колеса я планирую сделать либо жирафа, либо зебру, что получится. Сотрудники управляющей компании ЖКС ловко собирают мусор и листву в пакеты и складывают их в ковш погрузчика. За благоустройство города взялись по полной программе. Убираем от листвы, убираем от веток, убираем от мусора бытового, тот, который вытаил в снегу. Все это собираем в куче, собираем в мешки и увозим на полигоны. Идет побелка деревьев, идет покраска малых архитектурных форм, идет покраска детского оборудования, скамейки, фасады, бордюрные камни. Вот такая основная работа уже завершающая. Общегородской субботник стал кульминацией большой генеральной уборки. Благоустраивать город сотрудники ЖКС начали в марте. Общая площадь территории, за которую отвечает компания, 4 миллиона квадратных метров. На субботники и средники выходили все работники компании и жители домов. Вместе удалось очистить газоны, привести в порядок фасады более полутора тысяч домов, покрасить около 20 тысяч погонных метров бордюров, побелить стволы пяти тысяч деревьев. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. На призыв губернатора присоединиться к субботнику откликнулись и федеральные структуры. На уборку вышли почти две сотни сотрудников нотариальных контор. Вооружившись граблями, лопатами и метлами, штурмом взяли мусор на площади Героев 21-й армии и по периметру улиц Ленинская и Ярмарочная. Опавшие листва, обломанные ветки и грязь с позором капитулировали перед дружиной, одетой в разноцветные накидки. Глобальная уборка развернулась и в Октябрьском районе Самары. Он занимает центральное место в городе. Здесь большое скопление парков, скверов, мест отдыха, культурных и образовательных учреждений. Поэтому ударить в грязь лицом жители района никак не могли. О том, как наводили порядок у одного из знаковых объектов фабрики кухни, в репортаже Анастасии Зубаревой. Уникальное здание к кормилице большого завода. Фабрика кухни переживает второе рождение. В будущем здесь будет музей современного искусства. Знаковые объекты в день общегородского субботника убирали местные жители и сотрудники администрации Октябрьского района. Народ с энтузиазмом отнесся к тому, что каждая среда – это у нас как бы средник, и вот суббота – это субботник. Хотим провести, чтобы наш город был красивый, а тем более в честь 70-летия Великой Победы хочется что-то сделать побольше, чем обычно. Чтобы город был чистый, самим приятный, удобно было ходить с детьми, с внуками и радоваться жизни. Общегородской субботник далеко не конец большой уборки. До середины мая сотрудники районной администрации, трудовые коллективы, студенты будут наводить порядок на улицах. В Октябрьском районе около 90 бесхозных территорий, контроль за которыми на особым счету. Половину уже привели в порядок. Мы сегодня это приветствуем. Вот, например, фабрика кухня и огромные территории за ней долгое время не убиралось, потому что был хозяин нерадивый. На сегодняшний момент появился хозяин, потому что это будущее, наш музей. И сегодня большое количество жителей лично пришли и выявили желание поработать в этом месте. В день общегородского субботника, как и по всему городу, в Октябрьском районе запустили фонтаны. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. В Самаре стартовал сезон фонтанов. В этом году на территории города их заработало более 30. Еще один восстановленный фонтан открылся у проходной завода имени Масленникова. Фонтан у проходной завода имени Масленникова обрел вторую жизнь. Он не работал больше 15 лет. Воссоздавать его пришлось практически с нуля. На открытие собрались местные жители. Особый интерес обновленный фонтан вызвал у детей. Он очень красивый. Как хорошо, что его открыли. Можно будет после выступления, перед репетителями посидеть тут на лавочке и посмотреть на этот чудесный фонтан. Ну, раньше здесь было не очень красиво без фонтана. А сейчас можно гулять рядом с театром. Это очень хорошо, что здесь именно с фонтан включили опять. В прошлом году за счет городского бюджета к фонтану подвели инженерные коммуникации, восстановили чашу, установили новое насосное оборудование, систему автоуправления и подсветку. Благоустроили территорию вокруг фонтана. Здесь появилась новая плитка и скамейки. Последние годы фонтаны восстанавливаются. Этот фонтан стал 34-м. И мы сегодня запускаем все фонтаны по сложившейся традиции. Я думаю, что задача сегодняшней власти сделать так, чтобы наш город был лучшим со временем во всей сегодняшней нашей стране. Сезон фонтанов в Самаре открыт. В этом году радовать своей красотой горожан будут 34 фонтана. Работать они будут вплоть до октября. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Звание почетного гражданина города Самара могут присвоить архитектору Вагану Гайковичу Каркарьяну. Инициативу председателя городской думы Александра Фетисова присвоить Вагану Каркарьяну звание почетного гражданина города поддержали представители архитектурного сообщества. Заслуженный архитектор ушел из жизни в январе прошлого года. Ваган Гайкович не только многое сделал для формирования архитектурного облика Самары, но и всей душой болел за сохранение исторической части города. Его книга о Старой Самаре – уникальный источник информации о деревянном зодчестве. Многие записанных в ней образцов архитектуры уже утрачены. В середине 60-х годов Каркарьян работал над генпланом Куйбышева. Тогда и заметил, что город похож на парящую в воздухе птицу. Вклад Вагана Каркарьяна в развитие города и сохранение архитектурного наследия трудно переоценить. Для представителей власти города, для сообщества профессионального, в том числе и для строителей, наверное, это станет еще одним важным поводом и необходимостью обратиться к творчеству Каркарьяна, к тем мыслям и подходам, которые он излагал. Ваган Гайкович сделал последние годы, особенно последние 10-15 лет. Это такая культрейгерская деятельность, воспитание любви к исторической застройке, памятникам архитектуры, а не только к памятникам, вообще к исторической среде. Это он сказал своими трудами. Полька, полонез и вальс. На один день Самарский театр оперы и балета превратился во дворец 19 века. В Самаре прошел второй общегородской кадетский бал. На торжество прибыли гости из Нижнего Новгорода и Саранска. Под звуки вальса кадеты закружились в танцы. Девушки в бальных платьях, кавалеры в военной форме. К этому событию готовились несколько месяцев. Готовиться было несложно, так как раньше я учился в школе, в хореографическом классе. Большинство этих танцев мы изучали с классом. Часто танцевали, уставали, но мне очень нравилось. Весело. Полонез, кусарская полька, фокстрот, праздничный вальс. Показать свое мастерство в Самару приехали гости из Мордовии. Мне разучивать эти танцы было несложно. Основная сложность состояла в том, чтобы научить наших партнеров. Партнеры побывали в этой шкуре первый раз. И наша основная задача была обучить их этим танцам. На Самарский кадетский бал прибыли полторы тысячи человек. Праздник приурочен к годовщине 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лучших учеников кадетских корпусов за успехи наградили памятным знаком в честь военного парада в Куйбышеве. У каждого военного человека всегда в сердце должно быть стремление защитить какие-то конкретные вещи. Свою страну, свой родной край, свою семью и свою девушку. Поэтому мне очень хочется, чтобы сегодняшний наш бал был в степной георгии. Чтобы вы его всегда запомнили. Потому что военный человек, какой бы он поклонный силовой структурой в будущем не носил, человек должен быть раздражным гармоничным. И с каждым годом верю в количество гостей, количество кадетов, которые будут приезжать сюда, к нам будут расти. А это значит, что будет приятная кадетская дружка. С юных лет кадеты учатся не только военной науке, но и милосердию. Кадетский бал не случайно назван благотворительным. Все собранные средства передали многодетной самарской семье Шохиных. В ней воспитывается пять детей. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Впереди вас ждут новости экономики. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Samaragis на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Samaragis. Согласно опросам, почти 90% россиян против повышения тарифов ОСАГО. Причем более 50% респондентов уверены, что цена полиса и так была завышена. 38% считают нынешнее повышение тарифов излишним. Платить чуть больше готов лишь каждый 17-й. И всего 4% опрошенных высказались за повышение. Тарифы на ОСАГО выросли в апреле этого года. В результате повышение стоимости полисов составило 40-60%. Странно, что мнение большинства жителей страны чиновники и депутаты не спросили. Видимо, страховое лобби важнее. В правительстве считают, что необходимо совмещать познавательный туризм с религиозным. На территории России сегодня находятся 150 тысяч объектов, которые являются религиозными памятниками и имеют грандиозное историческое и событийное значение, поскольку многие из них изменили ход истории. Поэтому необходимо, чтобы программы, которые разрабатываются для каждого из храмов, были ориентированы на разные аудитории. И на людей глубоко воциркуленных, и на людей, для которых религия остается частью истории. А можно уточнить, крестовые походы – это познавательный туризм или религиозный, или все-таки вырезательный? Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1658 пунктов. Среди лидеров роста – НЛ Россия, Транснефть, Акрон, Татнефть и Московская биржа. Аутсайдеры – ЛСР, РДР, Русала, Полиметалл и АФК-система. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением на фоне тревожных новостей из Китая и Греции. На азиатских площадках также преобладает негативная динамика. Нефтяные котировки торгуются с повышением под влиянием сообщений об эскалации конфликта в Йемене. Курс доллара на 20 апреля – 50,52 рубля, курс евро – 54,51 рубля. Золото стоит 1956 рублей за грамм. Серебро стоит 26,58 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 63 доллара, 72 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Бронзовый боксер из Тольятти покорил Россию. Баскетбольный политех в финале женской суперлиги. Крылья Советов продолжают сражаться за бронзовые медали в футболе и национальной лиге. Крылья Советов продолжают борьбу за места на пьедестале почета чемпионата страны по футболу. Матч с оренбургским «Газовиком» прошел в равной борьбе. Первый тайм оказался сухим на голы. Во втором обе команды заиграли в открытый футбол. Голевые моменты возникали и у «Газовиков», и у Советов. Голкипер показали болельщикам класс. Не помогли крыльям и две замены. Зато добавленное время расставило все по своим местам. Сергей Корнеленко точно сыграл головой 1-0. Победа крыльев Советов. И теперь самарцы делят третьи и четвертые места с ТОС на Ленинградской области. Лидер – Махачкалинский Анжи. В Омске самарский политех разделал под орех местный нефтяник «Авангард» в матче женской баскетбольной суперлиги со счетом 81-61. Эта победа позволила самарчанкам сыграть в финале чемпионата страны. На родном паркете 24 апреля в спорткомплексе «СамГТУ» в 6 вечера политех встретится с воронежскими «Скифами». Накануне они одолели и лидера регулярного чемпионата Питерскую Ладогу. Тольяттинский боксер выиграл бронзу юношеского первенства России. В Оренбурге за комплект наград на ринг вышло около 300 спортсменов из 65 регионов страны. Тольяттинец Артур Бакун с весовой категорией до 75 килограммов поднялся на третью ступень пьедестала почета. В полуфинале он уступил будущему чемпиону – московскому боксеру Магомед Беку Махмудову. Продолжение следует...